Итак, дорогие слушатели, наша сегодняшняя лекция посвящена нейронам, как структурной и функциональной единице нервной системе, его свойствам и функциям. Нейронам существует большое количество самых разнообразных типов, и, например, по внешней форме их можно разделить на звездчатые, шаровидные, пирамидные, крушевидные и вертенообразные. Данное разделение весьма условно, и следует отметить, что оно характеризует не характер работы данных нейронов, а скорее характер связей данных нейронов, их пространственным распределением этих связей, откуда они получают нервные импульсы и куда передают свои собственные нервные импульсы. Нейрон состоит из основных следующих единиц. Это тело нейрона, в котором содержится ядро, метахондрия, синтетический аппарат, все то, что обеспечивает функционирование нейрона как живой клетки. Два основных типа отростков, это дендриты, по которым нейрон собирает информацию, по которым нервные импульсы текут к нейрону, и аксон с концовыми коллатералями. По которым нервный импульс передается от нейрона к акцепторам, другим нервным клеткам или мышечным клеткам, например. Кроме того, аксон, как правило, снабжен миелиновой оболочкой, многократно увеличивающей скорость проведения нервного импульса в аксоне. И также следует выделить аксонный холмник, в котором происходит генерация нервного импульса. Основным свойством, обеспечивающим функционирование нейрона как передатчика и обработчика информации, является его возбудимость. То есть, его мембрана может находиться в двух основных состояниях – спокойном, характеризующемся потенциалом покоя, и возбужденным, характеризующимся потенциалом действия. Чем различаются эти состояния? В норме на мембране клетки имеется заряд. Изнутри клетки мембрана заряжена отрицательно, снаружи – положительно. Данный заряд создается разностью ионов – ионов натрия и калия. Изнутри клетки ионов натрия существенно меньше, чем снаружи. И разница эта примерно десятикратная. Ионов калия, напротив, изнутри немного больше, чем снаружи. И данная разница не обеспечивает, не компенсирует разность концентрации ионов натрия. Сама по себе мембрана непроницаема для ионов данных, поскольку они заряжены, а липидный бесслой непроницаем для заряженных частиц. Каким же образом происходит генерация потенциала действия? В покое, когда заряд на клетке равен минус 70, минус 80 или минус 90 мВ, в зависимости от типа клетки, каналы закрыты. Когда открываются натриевые каналы, натрий резко входит в клетку, поскольку в клетке его намного меньше, чем снаружи. Заряд на мембране меняется с отрицательного на несколько положительный, примерно с минус 80 до плюс 30 мВ. Но в данном состоянии канал находится недолго и быстро закрывается. Натрий перестает поступать в клетку, и примерно в это время открываются калиевые каналы. И поскольку калия существенно больше количества внутри клетки, чем снаружи, калий выходит из клетки, тем самым компенсируя сформировавшийся заряд и возвращает его в исходное состояние. До примерно минус 80-90 мВ, иногда с небольшим превышением исходного уровня. Это называется гиперполяризацией. Данная фаза, фаза нарастания, это деполяризация мембраны. И нисходящая фаза потенциала действия, это реполяризация мембраны. Подробнее рассмотрим, как работают непосредственно каналы при генерации потенциала действия. Канал это белковая молекула, встроенная в липидный беслой. И она проницает полностью данный беслой. Может находиться в нескольких состояниях, открытым и закрытым. Рассмотрим подробнее, как работают натриевые и калевые каналы при потенциале действия. В спокойном состоянии при потенциале покоя натриевый канал закрыт. Непроницаем для ионов натрия, натрия в клетку не поступает. Как только канал активируется, например, когда к нему присоединился какой-либо нейромедиатор, или сработали соседние каналы, он открывается, натрий начинает входить в клетку. Заряд на мембране меняется с минус 90 до плюс 35 мВ, примерно. Но в данном состоянии, как мы уже сказали, канал находится недолго и быстро закрывается. Натрий перестает поступать в клетку. И в данном состоянии, сразу после открытия, канал не может быть повторно открыт. Данное состояние называется рефракторностью. Канал инактивирован. И потенциал действия не может быть сгенерирован на данном участке повторно до тех пор, пока натриевый канал не вернется в свое исходное состояние. Состояние покоя. Калевый канал. В норме также за открытый при потенциале покоя минус 90 мВ. Открывается несколько позже. Обычно тогда, когда заряд на мембране уже достиг положительных значений. Канал открывается. Калий начинает выходить из клетки. Тем самым компенсируя заряд, возвращая его в исходное состояние. Около минус 80 и минус 90 мВ. Точно так же затем переходя в свое исходное состояние. Таким образом, потенциал распространяется на мембране. Открывая все новые и новые соседние каналы. Но, поскольку размеры нейронов, как правило, могут достигать существенных размеров. Например, метров или даже десятков метров у некоторых животных. Нужно обеспечить большую скорость проведения нервного импульса. Поскольку, если нервный импульс будет протекать слишком медленно, наше животное не сможет быстро отреагировать на какой-либо внешний сигнал. И для обеспечения данного свойства, высокой скорости проведения нервного импульса, существуют специальные клетки. Швановские клетки. Образующие миелиновую оболочку. Аксона. Швановские клетки это разновидность клеток глии в центральной нервной системе. Которые обеспечивают сервисные функции. То есть, они не участвуют непосредственно в генерации и проведении нервных импульсов. Они обеспечивают питание, защиту нервных клеток. Их поддержку и структурирование нервной ткани в целом. Швановская клетка, формирующая миелиновую оболочку, формирует своего рода изоляцию. Мембраны аксона. И таким образом, заряд, который у нас имеется, и который возникает при генерации потенциал действия, не растекается в окружающую среду, а становится более сконцентрированным вокруг мембраны нервной клетки. Вокруг мембраны аксона. И таким образом, он может дальше распространиться вдоль самой мембраны аксона. И можно не в каждой точке мембраны генерировать потенциал действия, а лишь в определенных специальных для этого созданных местах. Данные области, в которых генерируется потенциал действия, называются перехватами раньве. На остальном своем протяжении, покрытым миелиновой оболочкой мембраны, практически невозбудимо. Здесь отсутствуют ионные каналы. Данное свойство, генерация потенциала действия лишь в определенных областях, помимо ускорения проведения, также обеспечивает более высокую энергоэффективность, поскольку после каждого потенциала действия нужно задействовать специальные каналы, специальные насосы, которые восстанавливают концентрацию ионов натрия и калия, а эти насосы работают с затратой энергии. То есть, миелиновая оболочка обеспечивает не только на порядок большую скорость проведения нервного импульса в аксоне, но и существенно большую энергоэффективность работы нервной ткани. Конечной целью и смыслом проведения нервного импульса в аксоне является его достижение синаптической щели при синапсе, в котором содержится нейромедиатор, который при достижении нервным импульсом синаптического окончания выделяется в синаптическую щель и взаимодействует с постсинапсом. Подробнее о том, как работают синаптические окончания, мы с вами поговорим в следующей лекции.